Добрый день, уважаемые коллеги. Известно, что общая 30-дневная летальность у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые выполнялись не кардиохирургической операцией, составила почти 2%. В то же время в нашем центре, да и, я думаю, в других федеральных центрах, предоперационный день, он небольшой, у нас около суток, часто очень пациенты поступают, вот такое понятие, с колес, и поэтому, конечно, говорить о серьезной коррекции у таких пациентов с опутствующей патологией не приходится. Здесь нужно искать выход, мы, в частности, для этой цели стали использовать поликлинический этап. Разработан у нас алгоритм предоперационной хирургической оценки, на амбулаторном этапе. Впервые врач-хирург видит своего пациента за 2-3 недели, иногда за месяц, и вот в этот момент нужно определить уже степень хирургического вмешательства. Если она высокая или у пациента есть выраженная сопутствующая патология, то для оценки статуса проводится, оценка статуса проводится врачом-терапевтом по следующим клиническим предикторам. Наличие ишемической болезни сердца, компенсированной сердечной недостаточности, цереброваскулярной болезни, сахарного диабета, почечной недостаточности. И дальше принимается решение по направлению дальнейшего, согласно пунктам А, Б, С. Если да, из пункта С, то пациент дальше направляется к кардиологу, в завершении к анестезиологу. Если 1-5 нет, но плохой функциональный статус и высокий риск оперативного вмешательства, также пациент направляется к кардиологу и к анестезиологу. И таким образом осуществляется так называемый персотнифицированный подход к подготовке пациента. И вот здесь очень важна роль наших коллег-терапевтов. Часто мы сталкиваемся с такими небольшими выписками, противопоказаний к операции нет. А в данном случае, видите на слайде, какая выраженнейшая сопутствующая патология. Нужно, чтобы были оценены на этапе уже терапевтического осмотра, методы лечения, а также результаты диагностических тестов. В рекомендации по стратификации кардиального риска мы используем для этой цели индекс риска ЛИ. Но нужно сказать, что этот индекс работает для популяции в целом, но не индивидуально для каждого определенного пациента. Чаще мы используем следующую оценку. Это проводим по оценке физического статуса, риску оперативного вмешательства и характера срочной операции. Кроме того, очень важен следующий момент. Часто очень говорят, что возраст это не противопоказание к операции. Да, не противопоказание, но старческий возраст это большая особенность. Вот независимый рост летальности на 5% на каждый год более 80 лет. То есть у 85-летних пациентов риск летального исхода на 25% больше, чем у 80-летних. Мы на этапе поликлиники можем уже провести следующий тест. Он очень простой. Для этого нужно только иметь стул, секундомер и пациента. Пациент сидит, начерчивается линия на расстоянии 10 шагов от пациента и дается инструкция. Идите и начать счет времени. Пациент встает со стула, в обычном темпе доходит до начерченной на полу линии, поворачивается и доходит обратно до стула, в обычном темпе садится на стул. Простая проба, но она высокоэффективна. Если более 15 секунд это время, то это медленная скорость, которая ассоциирована с повышенной частотой послеоперационных осложнений и повышенной однолетней летальностью. Эхокардиография в покое может проводиться у пациентов, которым предстоит выполнение хирургического вмешательства высокого риска. Проведение стресс-тестов с визуализацией миокарда рекомендуется при выполнении хирургических вмешательств высокого риска. У пациентов с тремя и более клиническими факторами риска и сниженными функциональным состоянием. На этом этапе, на уровне поликлиники, мы можем уже определить пациента, которые в данный момент не могут быть госпитализированы к нам в центр. Это пациенты со стенокардией покоя, дисфункции левого желудочка, фракция выброса ниже 30%, инфаркт миокарда не менее 90 дней, перенесенный легочной гипертензией с систолическим артериальным давлением в легочную артерию более 60 мм тутного столба, декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, АВ-блокада второй степени, желудочковая тахикардия, брадикардия с эпизодами асистолия более 3 секунд. Клинические ситуации, требующие выполнения кардиохирургической коррекции, ревоскулиризации. Это рекомендовано у пациентов с острым коронарным синдромом, с подъемом сегмента СТ, с острым коронарным синдромом, без подъема сегмента СТ, с тяжелой стабильности на кардии, клиника, которая сохраняется на фоне оптимальной медикаментозной терапии, и самое сложное, обычно это коллегиально решается, проведение коронографии может рассматриваться у пациентов со стабильным течением ЭБС, которым планируется выполнение операции высокого кардиального риска. Рекомендации по артериальной гипертензии. Клиницисты могут не откладывать некардиохирургические операции у пациентов, когда систолическое артериальное давление не выше 180 мм стутного столба, и когда диастолическое артериальное давление не превышает 110 мм стутного столба. Рекомендации по применению бета-блокаторов. Переоперационное продолжение приема бета-блокаторов рекомендуется у пациентов, которые получают его в настоящее время. До операционного начала приема бета-блокаторов может быть рассмотрено у пациентов с установленной ЭБС или ишемией миокарда, и в качестве выбора предлагаются такие препараты, как этенолол и бисопролол. Сроки операции у стабильных больных после ревоскулизации. Очень сложный вопрос, потому что наши пациенты онкологически ждать не могут, но рекомендации следующего плана. Рассмотрение вопроса о переносе плановых некардиохирургических операций у пациентов с недавней имплантацией стента без лекарственного покрытия после имплантации и до операции должно пройти минимум 4 недели, в идеале 3 месяца. Если был установлен стент с лекарственным покрытием, то операция, возможно, через 12 месяцев. При использовании специальных стентов может быть срок уменьшен до 6 месяцев. Закупорка и стеноз сонной артерии. Стеноз более чем на 70%. Если нет жалоб, можно приступить к запланированной внесердечной операции. Если в анамнезе повторное нарушение мозгового кровообращения и предстоит плановая операция с высоким риском, то ей должна предшествовать каротидная эндертерэктомия. Очень серьезная проблема – это анемия. Мария Александровна будет чуть позже этот вопрос более подробно рассматривать. 36% пациентов имеют анемию при поступлении. Переперационная анемия связана с 4-х кратным увеличением повреждения почек, 5-х кратным увеличением трансфузии, 3-х кратным увеличением риска смертности, на 30% увеличение риска развития инсульта, на 22% увеличивается продолжительность госпитализации и 2-х кратное увеличение инфекционных осложнений. В практике на уровне поликлиники мы пытаемся осуществить менеджмент крови пациента, а именно первый компонент – оптимизация количества эритроцитов пациента, что является на сегодняшний день сложной проблемой, потому что, во-первых, мы ограничены в предоперационном периоде, где, как я уже говорил, кто проводит скрининг анемии, не совсем понятно, при каком уровне гемоглобина возможна плановая операция, с точки зрения юридических обоснований, тоже этого нет. Отсутствие, по сути дела, маршрутизации пациентов с анемией. Кому следует назначать гемотрансфузии? Это пациенты ниже гемоглобин, ниже 70-80 грамм на литр, тяжелые симптомы, связанные с анемией, даже при более высоком уровне гемоглобина, необходимость немедленного повышения уровня гемоглобина. Но вот новый приказ 1170Н, он говорит о том, что там прописана возможность проводить трансфузионную терапию в условиях дневного стационара. Но сделать это на практике, это очень сложно, возможно, будет Марина Александровна говорить по этому поводу. Поэтому обычно кровь мы переливаем перед операцией по тем показаниям, о которых я и говорил. Но на поликлиническом этапе возможно определить вид анемии по ферритину, сыворотке, насыщению трансферина и содержанию цириакиного белка. Определяется, что железодефицитная анемия более чем в 50 случаев. У пациентов с предоперационной железодефицитной анемией терапию следует проводить только препаратами железа. Выбор препарата диктуется практическими рекомендациями. Мы имеем опыт использования непосредственно карбоксимальтазата и олигомальтазата железа. И опыт говорит о том, что за две недели можно на 20 единиц гемоглобин увеличить перед операцией. Серьезная проблема, трофилогический статус. О нем будет сегодня говорить Валерий Матвеевич Луфт. На предоперационном этапе мы можем, если у нас есть две недели, начать сиппинговое питание, что несколько можно стабилизировать состояние пациента. И клинические примеры, которые, работая именно благодаря поликлиническому этапу, сделали результат положительный. Пациентка 21 года поступила с карцинома щитовидной железы для проведения териодектомии. Сопутствующая патология – это булезный эпидермолиз. Это очень серьезное заболевание. Вот незадолго до поступления было вот такое вот обострение. Это еще называется симптом бабочки. Это когда крылышки бабочки трогаешь пальцами, вот на пальцах оседает вот эта поверхность этих крылышек, и бабочка погибает. Ну и вот здесь тоже повреждение ткани происходит очень легко. Мы знаем принципы менеджмента, они здесь отражены. Но дело в том, что, чтобы их осуществить, это необходимо иметь определенные расходные материалы. Мало клиник, которые имеют его. Но вот благодаря тому, что, во-первых, это все было еще на уровне поликлиники, пациентка была консультирована Замира Ахмедовна, а потом уже посмотрели анестезиологи. Есть фонд «Помощь больным детям». И вот мы туда обратились, и там есть и анестезиолог, который нас проконсультировал, и нам предоставили вот расходные материалы. Специально ЭКГ, для измерения ЭКГ нужно отрезать клейкую часть и закрепить специальными повязками. Пульсоксиметрия предпочитает использовать клипсы с фиксацией специальными пластырями. Под манжету артериального давления необходимо использовать специальную подкладку на вазелиновой основе. Но я нарушил этику, я не стал закрывать глаза, потому что красивая девушка, и это действительно приятно. Вот тот результат, который получили, она в интервью сказала следующее слово, не было ни единого повреждения. Честно говоря, я даже удивилась, потому что подсознательно ждала проблем, но проснулась после операции, ничего, ни царапины. Следующий клинический пример. Тоже пациент был осмотрен нами перед операцией. Сопутствующая патология здесь отражена. Но во время разговора супруга присутствовала, она сказала, что пациент часто, что муж часто дает остановку дыхания во сне. И эта остановка бывает до одной минуты. Мы направили этого пациента непосредственно к сомнологу, который выявил тяжелую форму сонного апноя, и пациент был переведен в предоперационном этапе. Но вот, к сожалению, фонда соответствующего нет по сонному апною. Пациент сам купил эту аппаратуру, его обучили, потом весь персонал был обучен, и как отделение реанимации, так и отделение головы и шеи. И выполнено было оперативное вмешательство. И в заключение я хочу сказать, что поликлинический этап будет работать тогда, когда будет мультидисциплинарная команда. Параллельно с хирургом работает терапевт, анестезиолог, ангиохирург, невропатолог, кардиолог и нутрициолог. Серьезные проблемы на сегодняшний день, с моей точки зрения, все-таки нужно совершенствование механизмов отбора, чтобы эти сложные пациенты попадали в наше поле зрения, создание алгоритма подготовки и, конечно, качество подготовки. И хотел бы поблагодарить за внимание и поблагодарить отделение реанимации, в котором я имею честь работать, благодаря которому сегодня были не просто литературные данные, но и наши результаты. Спасибо, коллеги.